Здравствуйте, в эфире программа «Тема». И сегодня мы поговорим о высоком. Потому что гость студии у нас сегодня человек высокого полета, а именно председатель региональной федерации воздухоплавания Вадим Радченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, я поздравляю вас с началом сезона. Как говорится, весна пришла, шары полетели. Хотя, в общем-то, летают они у вас круглый год, и даже зимой вы продолжаете полеты. Более того, насколько я знаю, даже совершаете прыжки. Расскажите об этом событии. В этом году у нас действительно состоялось два мероприятия, на которых федерация получила свои первые два рекорда. Первый рекорд – это рекорд высоты, который мы вот уже в этом году, в феврале месяце поставили. Это 3860 метров. Впервые в истории Белгородской области аэростат поднялся на такую высоту. И в этом же полете было действительно для нас приятное событие. Впервые с гондолы аэростата с высоты 3550 метров совершили прыжок два белгородских парашютиста. Что, собственно, тоже для нас было и ответственно, и очень такое, скажем так, духоподъемное мероприятие. Почему? Давно мы об этом мечтали. Просто структура неба над Белгородской областью некоторое время назад не позволяла достигать больших высот. Сейчас это немножко изменилось. Самолеты больше начали летать по воздушной трассе через Ростов. Соответственно, у нас открылось небо, и наш диспетчерский пункт позволил все-таки нам набрать такую высоту. А вот эта мечта о прыжках с аэростата, она была очень давняя. Наверное, с момента возникновения нашей федерации. Два белгородских парашютиста, то есть их сопровождали их боевые подруги, назовем так, которые фото-видеосъемку осуществляли. Тоже парашютистки, кстати. И, соответственно, вот они... Замечательное было отделение, замечательно. Но единственное, немножко подкачала погода, чтобы была небольшая дымка и облачь, потому, собственно, с аэростата не получилось сопровождать, ну, в смысле, визуально сопровождать весь прыжок, да, то есть они ушли в облачность. Все очень удачно случилось. Прекрасно ребята приземлились. Нам очень большую помощь оказали наши очень отзывчивые граждане, то есть там как раз был патруль, я так понимаю, лесохозяйства, который смотрел там за браконьерами, там, не знаю, ну, просто вот они патрулировали территорию, увидели, что приземляются парашютисты, тут же сами подъехали, они в центр поля приземлились, заснеженное поле было. Это как раз вот был подарок и всем ребятам на 23 февраля, то есть мы как раз вот в преддверии 23 февраля вот совершили этот полет. И, соответственно, вот ребят подобрали, вывезли на край поля, сдали наши подборные команды, вот я как раз там был. Ну, то есть очень так как-то, хоть и первый, но никому. Было все очень интересно. Вадим Германович, благодаря вам воздухоплавание в Белграде уже стало своего рода фишкой, даже визитной карточкой областного центра. Не каждый город может похвастаться именным аэростатом. А теперь у аэростата Белград появился брат-близнец. Расскажите об этом событии. Да, в прошлом году на фестивале, нашим традиционным небосводом Белогория, впервые поднялся в небо флагман нашей федерации. Собственно, аэростат также называется, как и фестиваль небосвод Белогория. Значит, в чем он уникален? Он построен по заказу в Чехии, в городе Бурно, на очень именитой фабрике Кубичик Баунс. Соответственно, этот аэростат несет на себе два огромных герба Белгородской области и все гербы всех районов и городских округов Белгородской области. Ну, так он и называется. Небосвод Белогория. То есть, вот все, что у нас в нашей орбите Белогория есть, вот мы обязательно их символику постарались ввести на аэростат. Теперь у нас два практически одинаковых. То есть, есть город Белгород областного центра и есть областной аэростат небосвод Белогория. Мы на нем совершаем достаточно мало полетов. Из-за того, что оболочка достаточно дорогая, очень много гербов, это сложное в изготовлении. Поэтому мы стараемся его как бы так вот в полеты не брать, но на любых мероприятиях. По особым случаям. Мы стараемся, чтобы он был. И очень приятно, когда люди подходят, находят герб своего района и говорят, смотри, смотри, мы тоже тут есть. То есть, вот оно такое интересное и приятное событие. Вы упомянули небосвод Белогория. Он традиционно проходит летом. В этом году. Каких сюрпризов ждать? В этом году мы решили совместить. У нас проходят два воздухоплавательных мероприятия больших в области. Это чемпионат Центрального федерального округа по воздухоплавательному спорту. И, соответственно, наш патриотический аэрофестиваль небосвод Белогория. В этом году мы решили их совместить. В силу особенностей они практически близко по организации. Поэтому решили не в разные месяцы, в один месяц. Поэтому у нас будет большое объединенное воздухоплавательное мероприятие, которое начнется 3 августа и закончится 10. С 3 по 7 августа те аэростаты, которые будут потом участвовать в фестивале, они выполнят спортивные задачи, порадуют белгородцев, которые особенно в ближних пригородах живут своими полетами. 8 числа мы откроем фестиваль на Прохоровском поле возле Звонницы. Это у нас традиция. То есть традиции мы не нарушаем. И уже вот этот фестиваль 9 числа будет в Белгороде, 10 будет летать здесь. Я думаю, что именно вот это совмещение позволит, во-первых, привлечь больше команд. Есть люди, которым больше интересен фестивальный, фиестовый формат. Есть люди, которым больше интересен именно спортивный формат. Это совмещение позволит нам победителей вот этого чемпионата Центрального федерального округа на открытие фестиваля устроить им огромное торжественное награждение. То есть это тоже, я считаю, большим плюсом. То есть, ну вот попробуем в этом году совмещение этих форматов. Я так понимаю, что вы настроены на победу в этом фестивале. Тем более, что у вас пополнение и в семье воздухоплавателей, у вас появились новые пилоты? Да, у нас появились новые пилоты. У нас появились не просто пилоты, но и пилоты ОСА. То есть у нас Татьяна Романенко. У каждого пилота есть свидетельство пилота свободного аэростата. Вот уже пришло это свидетельство. Более того, оно пришло не далее, как три дня назад. То есть вот мы сегодня соберемся по этому поводу. Обязательно поздравим. Мой младший сын получил пилотское удостоверение. У нас уже небольшая династия семейная получается. В этом году, я думаю, молодежи вряд ли стоит рассчитывать. Потому что Белгород так получилось, что в Центральном федеральном округе живут и летают пилоты международного класса. Которые ездят и на чемпионаты мира, и на чемпионаты Европы. И занимают там призовые места. Поэтому будем откровенны. Мы не рассчитываем, что белгородская команда займет, ну скажем, супер призовые места. Ну я думаю, что в десяточку мы свое войдем. Опять же, мы все-таки знаем свою собственную местность. Знаем направление ветра, которое здесь у нас предпочтительное. Но в любом случае надеемся на спортивную удачу, на спортивное счастье. С другой стороны, я вам честно скажу. Да, конечно, безумно приятно, когда кто-то что-то занимает. Да, какое-то хорошее там место. Это понятно, это ставление чести региона. Но даже если это не случается, если даже мы входим в какую-то приятную десятку, пятерку. Это тоже очень приятно для воздухоплавателей. Это дает тот опыт, который позволяет потом летать безопасно, который позволяет, скажем так, летать красиво. Воздухоплавательные мероприятия, они прежде всего для пилотов, для их набора опыта. Соответственно, в любом случае мы в проигрыше не остаемся. Скажите, в прошлом году вы достаточно активно участвовали в выездных фестивалях, соревнованиях, были в Крыму, были в Минске. Какие планы на этот год? Планы только еще более активно участвовать. То есть мы в этом году обязательно, вот прямо сейчас, буквально в эти дни уже подготовка идет, команды отправляем мы на Крым. Мы будем работать здесь на наших мероприятиях общеобластных и федерального масштаба. Вот должны быть 2 мая в Грайворене на мероприятии, которые вот Кривой Танок. Мы обязательно в этом году постараемся, юбилейная 20-я встреча воздухоплавателя в Великих Луках, вот мы туда отправим команду. И Минск, Минск это святое. То есть вы знаете, в прошлом году действительно это было впервые для нас. Это впервые было и для Минска, то есть впервые над городом пролетели столь массовые аэростаты. До сих пор, да, это вот для нас, для команды осталось самым главным воздухоплавательным событием. И по красотам, которые, как бы и по той теплоте приема. В этом году у них будет проводиться фестиваль, он так и называется, 70 лет мирного неба. Они принимают 70 аэростатов. Мы просто не можем себе позволить пропустить такое грандиозное мероприятие. Конечно, в Беларусь мы поедем обязательно. По поводу юбилейных мероприятий. Вся наша страна совсем скоро отметит 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Не могу не спросить о вашем участии в праздничных мероприятиях. Безусловно, у вас духоплаватели в этом примут самое наиактивнейшее участие, если позволит погода. Задумки какие есть. Хорошо, раскрою небольшие секреты. Значит, в настоящий момент у нас в наших мастерских шьется георгиевская лента 70 метров длины, 4,5 метра ширины. Именно для того, чтобы 9 мая, опять же повторюсь, если позволит погода, мы постараемся ее поднять над городом Белгород. Причем поднять над городом Белгород в аэростат, который так и называется Белгород. Там будет еще один аэростат по нашей задумке, который будет нести символику официальную, собственно, Дня Победы. И будет аэростат, который поднимет либо флаг Российской Федерации, тоже огромный, это будет небосвод Белогория. То есть мы такие вот самые наши флагманские аэростаты попробуем задействовать. И вот тремя аэростатами устроить зрелище парящих вот трех витательных аппаратов, да, вот подобное. Они, конечно, очень, я думаю, будет всем красиво посмотреть в небо, увидеть эту Георгиевскую ленту. Мне кажется, что нам обязательно это все удастся. Если будет такая возможность, мы взлетим в центральную площадь. И если такой возможности нам не предоставится, то взлетим где-либо, ну вот, в центре города. Ну, а если уж совсем будет плохо, да, с погодой по условиям безопасности, днем получится, то мы постараемся этими аэростатами пролететь город через весь город, да, чтобы все это увидели. Будем прилагать максимум усилий для того, чтобы это состоялось, именно 9 мая. Ваши аэростаты в небе всегда незабываемое зрелище. И, насколько я знаю, ваши усилия в организации подготовки подобных мероприятий были высоко оценены не только на местном, региональном уровне, но и на федеральном. Буквально недавно вы получили медаль и грамоту от президента Российской Федерации. Поделитесь радостью. Это не совсем воздухоплавательное мероприятие. Это было эстафета Олимпийского огня. Конечно, воздухоплаватели тоже там участвовали, в смысле того, чтобы помогали нам это готовить. Дело в том, что у нас такая команда, которая, собственно, и в бизнесе работает совместно, да, и воздухоплавательные работают совместно. У нас летающая фирма, на самом деле, вот это так. Поэтому для нас было очень ответственно и достаточно почетно, да, то есть поучаствовать. Так получилось, что я помню Олимпиаду 80-го года, да, я как раз вот в юном возрасте ее застал. И для меня вот до сих пор эти воспоминания, это такая светлая и теплая ностальгия. Конечно, когда в жизни одного человека случается вторая Олимпиада, да, конечно, очень хочется поучаствовать. Почему? Потому что, ну, вот дань как бы своей молодости, да, и вообще понимаешь, насколько масштабная, насколько интересная для страны, для всего мира это мероприятие. И ты понимаешь, что это история, да, то есть вот история, которая вершится твоими руками и на твоих глазах. Поэтому мы, конечно, очень активно включились. Так получилось, что очень много фотографий той же Федерации воздухоплавания, которую мы снимаем с высоты, украсила стенд Белгородской области, который был представлен на Олимпиаде, что нам тоже было очень приятно. Ну и, соответственно, мы поучаствовали непосредственно в оформлении олимпийского маршрута, вот именно олимпийского огня. Честно говоря, я не ожидал, да, то есть, ну, мы сделали, сделали, все прошло, все на высоком уровне, ну, приятно, хорошо, замечательно. Но мы не ожидали, что вот про нас вспомнят, да, и так вот, ну, я считаю, очень приятно и прекрасно отметят вот этой памятной медалью и грамоты президента. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность вам за предоставление нашей телекомпании аэрофотосъемок, которые вы регулярно проводите на различных мероприятиях. И мы с удовольствием и сами любуемся Белгородом с высоты птичьего полета и показываем ваши материалы в нашем эфире. Спасибо вам огромное за эту работу. Спасибо и вам. И, с другой стороны, нам тоже очень приятно, что наши кадры видим не только мы, но и видят максимум белгородцев, чтобы они действительно посмотрели, насколько прекрасен наш город с высоты. Для нас это тоже часть, часть вот того приятного момента, который дает воздухоплавание, это возможность поделиться не только, так сказать, своими эмоциями с кем-то, не только вот, ну, не можем прокатить всех белгородцев одномоментно или даже частями, потому что, ну, 350 и там, 500 тысяч с пригородами, да, тут сразу, ну, нельзя в три или в четыре даже всем аэростатов поместить или там каким-то образом сделать это быстро. Но вот именно в видео, которое мы снимаем, да, мы очень активно стараемся его снимать для того, чтобы люди просто, вот, хотя бы даже не побывав в корзине аэростата, но увидели то, что мы увидим оттуда. Спасибо вам большое за то, что нашли время для участия в нашей программе. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24». Это «Белгород-24».